привет всем кто смотрит данное видео в этом видео я хочу сделать обзор на клей лока данный клей я заказал из китая сайта aliexpress он ко мне пришел здесь два вида сейчас мы это распакуем и протестим ну что же перед нами вот такая такие два тубуса так если мы внимательно рассматривать том одном и это тип т.п. 1000 на втором т.п. две с половиной тысячи вроде как без планы тысячи он гуще и вроде как хватит его лучше чем вот этот но на самом деле я не знаю не пробовал и хочу специально на камеру попробовать действует данный клей который мы нанесем на стекла и ультрафиорете придадим сушки и посмотрим по качеству по прозрачности и по всем остальным характеристикам какой же все-таки клей лучше ну что же приступим и так клеев т.п. 1000 и т.п. две с половиной тысячи до этого у нас будет наша ультфиоретовая лампа который кстати есть у меня на видео обзоре можно посмотреть кто не смотрел таймер в качестве телефона пинцеты ну и соответственно я нашел вот такие разбитые тачскрины из стекла не успел их выбросить как раз таки они мне подойдут для нашего теста мы будем наносить клея на эти стекла и смотреть во что он превращается и эффективность склеивания это стекло ну что приступим и так и предлагаю сделать сначала пятнышко тысячную серия клеем и рядом пятнышко серии две с половиной тысячи для этого для начала мы чтобы не запутаться мы подпишем где какой ну вот как мы видим тысяча две с половиной тысячи давайте нанесем как известно тысячный клей он жидковатый поэтому нужно осторожно это делать открываем сам клеем и я буду давить фломастером маркером потому что у меня специального пистолета нету который выдавливает клея да он ни к чему давайте нанесем небольшое пятнышко этого клея он очень жидкий вот я занес так ну и теперь давайте нанесем наш серия 2000 две с половиной тысячи серию он по идее должен быть чуть погуще нанесем рядом ну да он под консистенции он чуть-чуть погуще закрываем пока он кто-то другой не понадобится давайте я приближу камеру и посмотрим по составу такое так я приблизил давайте подмечал попробуем вот этот потрогать видишь он такой жизненький ну давайте попробуем потрогать он более тягучий как мы видим ну что давайте его подслужим наши печки на этом мы включаем печку здесь у нас на печке есть таймер на две минуты этому ему будет мало давайте сделаем на три минуты поэтому я запущу вот здесь вот таймер на три минуты надо я выставлю включаем печку на бесконечность и кладем туда наше стекло испытуемые с клеем тем самым я запускаю таймер но пока ставлю на паузу подходя к трем минутам я продолжу запись и так наши три минуты подходят к концу судя по таймеру сейчас будет по нулям и я выключу нашу печку и посмотрим что же с нашим клеем ну что же давайте пощупаем нашим пинцетом что же произошло с нашим клеем но клей стал густой очень конечно же здесь я клея вложил очень много это на дисплей конечно там очень-очень тонкий слой здесь у нас получается такая реальная плюшка но все же он подсох реально под лампой давайте я приближу попробуем показать вот это нас тысячный клей мы видим он такой тянется из вот это две с половиной тысячи принципе то же самое такая же консистенция получается самом деле нет ну вообще тысячные до клеем более немножко эластичные здесь дисплей тысячи которые он более такой засохшие ну что же давайте попробуем родник экспериментом положим еще минут на пять эти две плюшки клея и посмотрим что же с ним произойдет здесь я просто включил секундомер давайте включаем нашу печку кладем и включаем секундомер ну и соответственно чтобы вам не ждать я пока запись выключу и к пяти минутам включу так как видите я мышку уже прозевал пять минут уже 6 минут и уже почти 6 даже 6 минут даже давайте выключать смотреть что же у нас произошло с нашим клеем хотя приближу так давайте как обычно пощупаем нашим пинцетом нашли сейчас приближу сначала тысячной серии так подсох еще ну еще такой эластичный здесь с половиной тысячи еще более густой и ну естественно здесь не забываем то что есть слой очень очень толстый который я нанес на это стекло конечно же мы такими слоями не наносим при склейке дисплее но все же все видно что тысячные он чуть чуть более эластичный поэтому я думаю что он дисплее склеивать на минутная на 10 как минимум надо а то и лучше 15 давайте вам просто клеим посмотрим как то он спокойно клеивается ну конечно еще не до конца подсох мы видим на пальцах влажные следы клея естественно сколько там 5 плюс 38 минут он был в печке это конечно же мало само собой давайте посмотрим вот этот две с половиной тысячи который клеим его также конечно же да он не успел еще высохнуть это тоже пачкается как мы видим нам ну что же я предлагаю давайте сделаем еще один эксперимент опять же нанесу маркером где какой клей здесь будет тысячный здесь две с половиной тысячи я после нашего эксперимента опять же протер нашим стеклом обезжирителем галоши в этот раз давайте нанесу более тонкий слой какой смогу и положим в печку минут на 15 посмотрим что же будет склеим сначала я уберу наш марку ты по 1000 чем и наношу буквально чуть-чуть чтобы его размазать по нашим стеклом и так сделаю на интересном ладно не будем жалеть чуть побольше так и второй это у нас как обычно чтобы честно было две с половиной тысячи тоже нанесем капельку как это не совсем получилось но не как в прошлый раз ну и давайте размажем сначала вот этот тысячный делаем более тонкий слой специально так и чтобы не перемешивать мы возьмем другой пинцет размажем здесь половиной тысячи которые налить его конечно сомненно больше получилось но все равно посмотрим что этого получится вот так ну и положим на 15 минут в нашу печку кладем нашу испытуемое стекло склеим и включаем наш секундомер ставить раз минут 15 там пожарится посмотрим что же будет но я обычно ставлю на паузу и продолжу запись по окончании нашего таймера и так мы видим уже 15 минут прошло включаем таймер включая нашу лампу и давайте посмотрим что же с нашим клеем давайте я приближу камеру давайте посмотрим детально что же с ним произошло давайте увеличим чтобы лучше было видно ну такой гучий давайте посмотрим две с половиной тысячи которые серия ну по консистенции мне что-то две с половиной тысячи которые нравится больше это не особо он подсох это ощущение может быть конечно 15 минут это мало для высыхания может быть как оно и должно быть честно сказать не знаю я опыта с этим клеем не имею поэтому мне как и вам сейчас просто самому на самом деле интересно что же с ним происходит во время высыхания ну вот как то так ну что же давайте попробуем склеить два стекла одним клеем и другим клеем для этого я просто предлагаю эти разбитые наши стекла сенсорная просто поломать на кусочки для удобства склеения ну давайте вот этот мы разломаем посередине день так так вот ну и возьмем часть ну для второй марки клея возьмем второе стекло здесь у нас уже она разбита какого-то планшета самсунга ну и наверное еще вот так разобьем так исходя из моего всего краш-теста получилось вот такие два кусочка для одного клея два кусочка стекла для другого клея остальное конечно это получилось что-то нечто битая света повторяет этот опыт потому что стекол битых много обрезаться как нефиг делать поэтому будьте осторожны со стеклом визу много стекол было кэш осколков это все поубирал и так я уже подготовил наши стекла уже подписал тысячный клей две с половиной тысячи клей их будем склеивать этими клеями давайте я приближу тогда начало берем наш тысячный клей вот он типа 1000 и немножко наносим давайте приложим второе стекло здесь он скажешь образовался пузырик который мы удалили ну и приложим наше стекло опыта конечно у меня нет он увидеть здесь пузырьки еще в маленькие вызывались которых не должно по идее быть так это я нанес теперь давайте на стекло где должен быть здесь план 1000 клина мяш клей вот марка 20000 давайте также нанесем немного клеем нанесли как пузырик образовался так ну и вторым стеклом прижмем который будем приклеивать якобы все такие вот две заготовочки получились ну а теперь давайте эти две заготовочки мы переместим нашу печку включаем печку аккуратно одну кладем аккуратно вторую включаем наш таймер но я думаю что меньше 15 минут смысла нету поэтому давайте так от 15 до 20 минут пускай лежат наши стекла клеится и после чего мы посмотрим а пока я ставлю на паузу ну что же я немножко отвлекся как мы видим уже прошло 25 минут давайте посмотрим что же произошло с нас с нашими стеклами включаем наш таймер еще нашу лампу достаем наши стекла стекло две тысячи две с половиной тысячи серии клеем и стеклом с 1000 серии давайте приближу и посмотрим ну что же давайте подробнее рассмотрим каждое стекло наше склеим я приближу еще так она склеилась ну как мы видим конечно тут пузырьки которые мне попали во время склейки стекла но я не имел дела ранее с этими клеями поэтому делаю это первый раз на камеру в этом я не скрываю ну что давайте попробуем разъединить стекло ради интереса сделаем такой краш-тест довольно схватил очень хорошо не получается две с половиной тысячи которые тоже как мы видим склеилось хорошо здесь тоже опять же пузырики попали мы видим видите поэтому перед склейкой нужно максимально рассмотреть весь слой при необходимости удалить пузырики если они есть иначе все будете переделывать заново что тоже склеилось хорошо никаких таких желтых оттенков я не вижу честно говоря думаю разъединить не получится наверное все таки давайте попробуем краш-тест провести что получится даже интересно боюсь обрезаться конечно как тут так вот получается страшно со стеклами дело иметь такое стекла впивается в руку никому не рекомендую повторять данные эксперименты потому что здесь все стеклах колется ужасно склеил скажешь капитально мощно ну что ж я не знаю на самом деле желтизны здесь никакого не за все четко оптически клей схватился как положено на самом деле я не знаю какой лучше какой хуже по моему кто-то другой себя отлично себя ведут если данное видео смотрят какие-то мастера и имеет опыт с этими клеями то если вас не затруднит пожалуйста напишите в комментариях каким какой марка клея вы лично вы пользуетесь тысячные серии серии или две с половиной тысячи серия какой лучше честно говоря я различия не нашел до 1000 чуть пожиже может быть где-то более тонкий дисплей как раз тысячные он и подойдет а так в целом по характеристикам они по моему все одинаковые поэтому есть не затруднит пожалуйста напишите в комментариях каким клеем вы пользуетесь поделитесь своим опытом кому интересно вот такой вот клей я оставлю ссылочки где его приобретал также кто не видел про эту лампу на моем канале обзорчик вот этот ссылочка на видео обзор будет на моем канале также вот на этот обзор про сепаратор которым я разделяю дисплейный модуля тоже вы увидите ссылочку можно посмотреть данный обзор не забываем подписываться на мой канал всем удачи всем пока